Причем этот жест становится необходимым когда-то, он не всегда необходимый, он становится необходимым, когда в этой деятельности возникают какие-то проблемы, возникают какие-то сбои, и в этом смысле часто сам ученый начинает философствовать в науке, и чувствуя в этом потребность и необходимость, совершая вот такой жест философского обоснования. Может быть они не философствуют, обращаются полностью, как Мютон начал откровения на богослову комментировать в конце жизни, вот выходят на какие-то предельные проблемы, предельные основания Вселенной, вот, или все-таки они философствуют, то есть философия ставит вопросы, на которые, может быть, не сразу можно дать ответы. Ну, я думаю, что мы, конечно, можем говорить о философии, которая приобретает форму религиозной философии, да, в средневековье, раннее новое время. Здесь вполне законная апелляция к Богу, и вполне законно речь о Боге как, так скажем, трансцендентном гарантии познавательной деятельности, да, скажем, у Декарта это еще есть. Да, Кант уже отменяет такой статус Бога, а у Декарта еще в полной мере это существует, поэтому здесь апелляция к Богу, мне кажется, не мешает тому, что этот дискурс называется философским дискурсом. А вот если взять, например, русскую философию, тот же Флоринский, о котором мы сегодня вспоминаем, да, или тот же Василий Павлович Зубов, который закончил Московский университет в 21-м, если я не ошибаюсь, году, и они называли себя последний русский философ. Ученик Лопатиной, человек, который очень много занимался и оптикой, и архитектурой эпохи Возрождения, и Альберти переводил, и написал еще неизданный, до сих пор громадный труд, больше чем у этой еще страниц, которая называется континуум. Проблема континуума в науке от Средневековья до Нового времени. Вот, или Александр Кожев, который был, вернее, даже не Кожев, а его двоюродный брат Александр Койре, да, Кайранский, который был выходцем из России, но который приехал во Францию после революции и стал выдающимся философом науки, вот теперь историком науки, я захожу в любой книжный магазин французский, вот недавно зашел, действительно купил два тома Куэрэ в французском языке. Вот, что этих людей побуждало заниматься наукой? Они не нашли себе философию? Или наука для них была вот в той сфере, где философия выходит в какую-то практическую проскость? Именно вот это практическое применение философии, стремление философа показать, что он может, что он может, что он может.